Сегодняшняя лекция называется «Обобщение конструкции донделена». Возможно, кто-то из вас знает, что это такое, кто-то не знает. Но в любом случае я все расскажу. Также расскажу все необходимые понятия, которые нам сегодня потребуются. Ну и, может быть, даже некоторые вещи, которые накроются околом. Значит, давайте начнем с самого основного, с определения коник. Значит, какие у нас бывают коники? Это элипсы, не пербыл, не парабыл. Ну, давайте их определим. Значит, давайте начнем с вокального определения коник. Сначала определим элипсы. Элипс – это геометрическая мета точек N, таких, что сумма расстояния до точки N до двух фиксированных точек F1 и F2 постоянно. Равняется нитреконстанция, которую мы обозначим в геодоксе 2A. Значит, давайте нарисуем картинку. У нас есть две точки E в 1 и F2. У нас есть точка N. И вот у нас фиксирована сумма расстояния до точки E в 2 и F2. Вот так и часть нитреклевает с таким фиксированным расстоянием, который называется ферлипсом. Значит, давайте сразу скажем, что для того, чтобы это определение было корректным, значит, не F1 потребует то, чтобы 2A было больше, чем F1 и F2. Ну, это видно из картинки. У нас есть отрезок F1 и F2. Есть сумма N F1 и F2. Ну, просто панирация треугольника. Ну, необходимо, чтобы F2 было больше, чем F1 и F2. Ну, слушай, давайте сразу скажем из этой картинки, из этого определения, что сразу можно сказать про какие-то очевидные свойства эллипса. Ну, во-первых, то, что эллипс имеет две акции симметрии. Это очевидно. Ну, как раз одна ось симметрии — это прямая F1 и F2. Ну, очевидно, если мы отражаем точку м относительно прямой F1 и F2, то сумма не меняется. И также вторая ось симметрия тоже очевидная. Это середина перпендикуляров к отрезку F1 и F2. Ну, тоже очевидно. Если она отражает точку м относительно середины перпендикуляров, то просто эти длины отрезков не оптимистанет. И сумма все равно следует такой же. Ну, это очевидные свойства. Значит, давайте... Такое еще небольшое определение. Давайте рассмотрим отрезок с концами в точках пересечения прямой F1 и F2 с F1. И так что рассмотрим отрезок с концами в точках пересечения серединого перпендикла отрезка F1 с элипсом. Вторую симметрию. У нас есть две оси симметрии. Вот такие два отрезка. Они называются большой и малой осями элипсом. Ну, или второй вариант. Он может рассматривать не весь отрезок, а его половину. То есть только половину отрезки, например. Который называется полуобус. Ну, тоже несколько слов. Это тоже очевидное соображение. Забыл сказать то, что очевидно, что элипс имеет центр. Сейчас еще и безобразие следует. Который является точкой пересечения оси симметрии. Вот, значит, соответственно, половина большой оси называется большой полуоси. А половина малой оси называется малой полуоси. И вот для них такие приняты обозначения. Небольшая полуоси обозначается через А. А. И через В обозначается малой полуоси. А. В. В малой полуоси. Вот так правильно. Надо показать то, что для элипса вот такое название большое и малое. Мало, то есть половина. Это правильно. Правильное название. То есть действительно А больше, чем В. Ну, это пускай будет пункт А упражнение. Пункт 1 упражнение. И второй пункт. Давайте докажите, пожалуйста, то, что... Давайте обозначим вот эти точки через А и В. Докажите то, что АВ равняется 2А. Такие упражнения просто. Понимание, чтобы привыкнуть к определению, если вы с ними не знакомы. Значит, это у нас определение было элипса. Давайте теперь определим второй тип коник. Это гипербол. А почему называется фокальное определение? Самое важное, чтобы сказать, то что Точки F1 и F2 называются фокусами. Фокусами. Вот. Гипербол. Это геометрический местный точек M. Таких, что модуль разности M0.1-M0.2 F2 тоже равняется некоторому фиксированному числу некоторой константе 2А. Давайте изобразим вот эту картинку тоже. У нас есть две точки. F1 и F2 фокусами. Гипербол. 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 И рассматриваются точки M множество точек M для которых разница модуль разности в состоянии Mf1-Mf2 равняется некоторой констанции. Вот здесь такая картинка. Ну, почему здесь берется модуль? Ну, понятно. Потому что у нас у нас гипербол есть две оси, две ветви. Одно ветви выражение под модуль имеет знак плюс, а другой имеет знак минус. В принципе, тут свойства аналогичные. Тут пятнишка для эликса, то есть есть центр это центр симметрии, есть две оси симметрии. В общем, вот тут также вот отрезок AB будет равен 2 тоже будет слость слость 2 вот ну да, ну давайте теперь определим третий тип поник это такой самый необычный тип это парабола, фиксированная точка F и прямая D значит, мы хотим рассмотреть геометрическую точку M для которых расстояние точки F до точки N равно расстоянию на точке M до прямой D ну давайте обозначим проекцию точки M на прямой D через H ну тогда вот геометрическая парабола это геометрическая точка M таких, что Fm Fm равняется Fh равняется Mh как видно вот в этом определении, в третьем определении параболы нет такого параметра A то есть, если только вот это равенство Fm равняется Mh и это, собственно, на самом деле означает то, что все параболы в каком смысле одинаковы то есть, на самом деле все параболы подобны то есть, мы нарисуем, да, где-то там был инверсал картинку параболы ну, значит, она выглядит ну, значит, она выглядит значит, только то, что у нас есть все параболы подобны то есть, они могут просто отличаться размером, а так, в принципе, форма у них одинаковая вот вот параболу можно себе наглядно представлять как такой эликс у которого один из фокусов мы постепенно уводим на бесконечность то есть, мы уводим один из фокусов на бесконечность и у нас получается вот такая вот парабола с одним фокусом то мы имеем бесконечный параболу и он бесконечность в углу вот ну, значит, это три фокальных определения оклонник ну, как видно, определения, определения, эти три определения, они все-таки различаются то есть гиперболы должны изменить знак с плюсом на минус, поставить в модуль при параболе вообще определение другое то есть нет не видно симметрии в определениях хотя в конике как бы это один-один классиковых тем не менее, определения разные сильно отличаются вот поэтому давайте рассмотрим другое определение коник которое имеет большую симметрию и на самом деле на мой взгляд, оно более удобно для каких-то целей давайте посмотрим директориальное определение коник что такое коника? коника собственно коника это эликс мы считаем, что коника это либо эликс, либо теперь было либо парабол надо 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 да то есть это вот на определение почему геометрически определение да также есть другое определение, наверное, которое вам больше знакомо в школе проходит иногда это как уравнение задается каким-то уравнением квадратичным да, теперь другое эквивалентное определение директориальное определение директориальное определение директорисом так или в геометрическом месте точке M она не может все стереть точно вот это более симметричное определение в том смысле это то, что мы дадим определение сразу для всех трех типов таких, что пускай нам дана как для случаев параболы дана прямая D фокус F и мы рассматриваем теперь рассматриваем множество точек M таких, что отношение Fm разделить на M H где H на фиксированную прямую D оно равно некоторой константе ε где ε для случаев ellipse меньше единицы для случаев гиперболы ε больше единицы и для случаев параболы ε равнее единицы как видно для случаев параболы это определение мы уже записываем кривая может быть ересом теперь белый параболы так же надо сказать прямая D называется директриса директриса ну F это фокус у нас значит отметим то, что в этом определении какие сразу очевидные свойства увидеть то, что у нас есть ось симметрии которая проходит через фокус правильно? потому что мы отражаем точку прямой прямой который проходит через фокус вверх континентральный прямой D тоже попадаем на нашу кривую вот на самом деле то, что есть вторая асимметрия мы вывести не можем потому что у параболы всего лишь одна асимметрия поэтому в этом смысле все нормально так же скажем то, что в предыдущем определении мы говорили про два фокуса F1 об этом кажется, что мы говорим про один фокус F в принципе пока не ясно что это они знаковые одни и те же точки или нет но оказывается да фокус, который фигурирует в предыдущем определении фокус фокусы и фокус, который в этом определении мы рассматривали это одно и то же и для случая элипсов эрболы на самом деле есть две две директрисы то есть давайте мы рассмотрим рассмотрим элипс директрисы рассмотрим его фокусы E1 E2 то на самом деле у фокуса у элипсов есть две директрисы D1 а E2 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 ну и картинки в принципе симметричны директрисы D1 E2 тоже очевидно симметричны относительно C симметрии E1 но для случаев гиперболы тоже аналогично есть две директрисы вот ну давайте для случаев параболы директриса одна так давайте теперь второе упражнение довольно интересное упражнение пусть у нас на листке бумаги нарисован элипс и и и значит нам не отмечены никаких дополнительных точек просто данный елипс наша наша задача это построить с помощью циркуля линейки линейки фокусы директрисы фокусы директрисы фокусы директрисы элипс давайте шаг 1 шаг 1 построить построить центр центр эликса как это можно сделать наверное это можно сделать разными способами но один способ попробовать доказать такое утверждение если мы рассмотрим элипс рассмотрим две корды две его корды которые являются параллельными 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 корды тогда прямая которая соединяет их середину параллельных корд она проходит через центр переписы такой факт первый который можно использовать чтобы построить центр второй шаг после того как построен центр построить оси оси симметрии но это уже не сложно сообразить на самом деле как имеется центр переписы построить его оси симметрии ну третий шаг это построение уже фокуса это объяснить подробно не буду но на самом деле можно использовать решение предыдущего упражнения про которое я говорил про то что там отрезок АВ равняется 2А и четвертый шаг построить уже директрису используя какие-то свойства то то есть у нас есть элипс есть его фокус есть директрисы и и и и и и по элипс элипсу которые проходят через фокуса по чтобы установить устройство возможно, будет делать проще на самом деле, еще интересная задача это вообще, как можно чертить эллипс можно, конечно, использовать его определение пытаться фиксировать две точки нацеливать нитку с концами против точки, проходим ее вплоть и вот карандашом вот так вот учерчивается эллипс нитка фиксированная в длину будет учерчиваться эллипс но это один из способов при условии того, что у нас есть нить можно разное ограничение ставить вот, ну, да ладно значит, это у нас было директориальное определение а теперь, наверное, разумно перейти уже к самой конструкции денделинга прежде всего, давайте осмотрим такую задачу ну, наверное, не знаю сколько практическая но все-таки то есть у нас есть мячик вот вопрос такой, какой формы тень какую тень отбрасывает мячик? то есть мы на него светим точным источником света эллипс? ну да, это почти правильно ну да, то есть это правильно в некоторых исключительных случаях там может получаться что-то более интересное то есть мы будем поворачивать постепенно то можно, например, там по раунам вот, ну то есть будет коник просто так бывает ну и второй вопрос вот если мы рассмотрим точку касания нашего мячика или стола то какой точкой нашей коники какой точкой нашей коники будет точка касания? что это будет за точка? кто не знает? нападение что? нападение, да? ну вот, да, правильно пусть у нас есть сфера то есть наш мячик есть источник света о и есть плоскость стола на котором лежит наш мячик у нас есть точка касания наша сфера плоского стола и вопрос в том как нам сейчас понять как нам нарисовать тени наверное нужно посмотреть на лучи света которые исходят из точки О которые отбивают наш мячик то есть которые его касаются которые касаются и вот в каких-то точках они пересекают плоскость стола ну, понятное дело давайте резюме покровить то есть хотя бы примерно сейчас нависим у нас там у нас и вот и вот вот и Тени должны быть ясны, потому что любой лучший свет, который пересекает нашу сферу он непременно не должен освещать точку пересечения Но такие точки пересечения как раз находятся внутри данной кривой То есть если у нас лучший свет пересекает сферу, тогда эта точка не освещена Если лучший свет не пересекает нашу сферу, тогда точка освещена Ну а границы этой цветотени это те точки, для которых прямая точка M для которых прямая O M касается нашего мяча Давайте обозначим точку красами через cf Действительно, смысл в том, что точка M является фокусом Картинку я нарисовал, конечно, но давайте попробуем доказать Что она называется? Ну во-первых, что... Кто-нибудь знает, как называется фигура... Как называется поверхность, образованная вот этими вот прямыми, которые касаются сферы? Конус Что? Конус Ну да, правильно, правильно Ну то есть давайте отдельно нарисуем, чтобы понять для себя Во-первых, это такой конус Давайте рассмотрим прямую O M И какую-нибудь произвольную прямую O M Которая пересекает прямую O M Давайте рассмотрим поверхность, которая образована вращением прямой N вокруг прямой A То есть что у нас получится? Что у нас получится? У нас получится какая-то некоторая поверхность Вот эта поверхность называется конусом Но более правильно его называть не конусом, а более правильно называть круговой конусом То есть круговой конус, это поверхность, образованное вращением прямой O M Пересекающим прямую O M В точке O А вокруг прямой O M Какие-то можно очевидные свойства отметить? Например, то, что произвольное сечение нашего конуса Плоскости, которая перпендикулярна оси прямой A Это окружность Ну почему это так? Понятно? Нет? Ну хотя бы не знаю, с каких-то интенсивных соображений Понятно, что если мы вращаем Что значит, что мы вращаем прямую M вокруг прямой A Это означает то, что у нас угол между прямой A и прямой M у нас фиксирован Это некоторый фиксированный угол A Вот как понять то, что сечение нашего конуса Плоскости, которая перпендикулярна Плоскости, которая перпендикулярна Плоскости P, которая перпендикулярна Прямой A Это окружность Расстояние равное Что? Расстояние равное Какие расстояния? Вот с церковью Да А почему они равны? Ну да Давайте рассмотрим точку для исчения прямой A и плоскости P Давайте обозначим ее через А Это все равно Давайте x Да не знаю, может без доказательства Ну да, в принципе все понятно То есть Мы вращаем прямой M вокруг A Гугол A и фиксируем Поэтому Треугольные экраны Участие Достояние фиксируем Вот такое очевидное свойство Ну давайте теперь поймем Почему у нас вот на этой картинке Получается Круговой Круговой конус Почему поверхность Казовная Касательная К сфере Данной точке O Это тоже круговой конус Это понятно, нет? Понятно Потому что все касательно Одинаковые Он сразу равно все касательно Да И угол к углу фиксирован Центр и угол не равны Вот Ну а ось Ось вращения Это выклонность Это дальше видно Прямая Которая соединяет точку O Центром сферы Центром сферы Центром сферы Вот Ну значит Мы В принципе Сфере уже можем Работать с нашей картинкой Ну давайте Еще обсудим такой момент Вот Мы рассматривали Точечные источники света То есть Мы светили фонари на нашем шаре Но Если мы рассмотрим Лучи света Которые исходят От солнца Солнечные лучи света Они Почти параллельны Ну Можно сказать что-нибудь параллельны Если у нас Точечный источник света Устремительная бесконечность То Точечные светы Которые Избой исходят Они постепенно Все Становятся Все ближе Ближе Параллельны То есть В этот момент У нас параллельны То есть Эту картинку Это Также Имеет смысл Рассматривать Когда Точка О находится в бесконечность И Тогда А По что Превращается Круговой конус Если Внести точку О на бесконечность Если бы Цилиндр Да Получается Круговой цилиндр Нашу сферу Параллельный Кучок света И Вот А Наши плоскости Да Извините Извиняюсь Плоскости Все таки У нас по определению Касается 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 Ну А что Здесь Что Окружность Ну Если Перпендикулярно то Окружность Да Если Источность находится На точке На высшего положения а между прочим от мячика вот у вас прямо у вас есть мячик а я уже показывал ну да но все видно на камере наверно не очень видно а что называется людям все видно тень она продолговато нет нет она просто нечеткая действительно из-за того что много окон но видно что это не круг ну даже точно видно что это не круг картинка аналогичная ситуация такая же точка касания будет фокусом этого эллипса вот ну а для случая как у особенного случая когда источник света находится над . тогда .f будет центром окружности тень будет окружностью тогда вот .f будет центром ну давайте теперь попробуем доказать наше наблюдение пусть у нас есть круговой полнос мы уже выйдем вот здесь мы вершина которого находится точка о да простите пожалуйста значит я взял круговой полнос как поверхность образованную вращением прямой на данной картинке я нарисовал поверхность с образованным вращением луча ну то есть я немножечко не нарисовал картинке но это не не суть давайте теперь рассмотрим сферу в которой описано этот конус рассмотрим плоскость стола рассмотрим дышку касания и рассмотрим и рассмотрим линию пересечения нашего конуса с плоскостью стола нашу тень смотрите еще одну сферу которая вписана в наш круговой полнос которую трудно изобразить потому что она находится под столом ну как видите мы изобразим давайте рассмотрим сферу которая вписана в наш круговой конус с вершиной в точке о и которая касается нашей плоскости π в некоторой другой точке f2 вот вот Это касается точки F2 и точки F1. Тут правильный вопрос, который никто не задал. Почему такая сфера существует? На самом деле она существует не всегда. Кто-нибудь сходу видит, когда она существует? Как нужно наклонить плоскость P так, чтобы второй сферы не было? Еще раз. У нас есть плоскость P, которая пересекает наш круговой конус по некоторой кривой. Значит, у нас одна сфера, которая вписана в конус, которая касается нашей плоскости P в точке F1. Может ли получиться так, что не существует второй сферы, которая также в конусе касается плоскости P. Может это быть? Есть такой замечательный жанр, как рисунки Панова. А именно, если вы войдете на сайт кванк.инфо, там есть раздел «Советуем почитать» и там есть вот эти самые рисунки. Там все вот эти картинки нарисованы в виде мультиков, причем цветных и, главное, выполненных абсолютно точно. То есть не от руки художникам, а по точным формулам. То есть это на самом деле в жизни. Я очень виноват, что забыл их сегодня принести с собой сюда. Но, во-первых, может быть даже в следующий раз и принесу. А во-вторых, никто не отменял интернет и никто вам не мешает туда слазить. Повторяю, Михаил Юрьевич Панов, сайт самый простой кванк.инфо. Правда, он сейчас пиратским образом захвачен врагами и так далее. Но, тем не менее, содержание сайта от этого не изменилось. Поэтому этим еще можно пользоваться. Главное, они очень красивые, они очень понятные. Мелом это невозможно нарисовать, но там это сделано на компьютере. Вот мы давайте сообразим, когда у нас такая ситуация неплохая происходит. Давайте нарисуем на правой рост. Давайте рассмотрим наш круговой рост. И рассмотрим особенную плоскость Пи, которая параллельно одной из образующих конусов. У нас есть какая-то образующая конуса. И оказалось так, что плоскость Пи... Я сразу нарисую линию пересечения. Пи, плоскость Пи с нашим конусом. Оказалось так, что плоскость Пи параллельно образующей... Там я бы сначала через R, давайте неправильно обозначим через R. На этой картинке можно нарисовать одну сферу, которая вписана в конус и касается плоскости Пи в точке R. Вопрос на геометрическую интуицию. Есть ли вторая сфера, которая тоже вписана в конус и касается плоскости Пи? Нет. Нет, да? Ну потому что у нас нет. Акцесс почему? Потому что это будет второй фокус. Ну вот это как бы вот так объяснение. Немножко забегающих вперед и которые... Неправильно так делается. Если мы проверим на ранее, то свет будет на бесконечности и касается стола. Поэтому возноскости Пи или того... Что еще? Еще раз, еще раз. То есть в примере фонарик свет уходит параллельно стола и его не касается? Ну да, то есть это такое объяснение, качественное объяснение. То есть если у нас есть точка O, фонарик находится в точке O, и мы светим в точке O, тогда светлый луч света, и он никогда не пересекает плоскость стола, потому что он параллельно плоскости стола. Но это объяснение такое качественное. А нельзя как-то математически это объяснить. Мы объяснили то, что у нас кривая пересечения имеет бесконечно удаленную точку. То есть это что-то похожее на параллельно. А вот как показать то, что второй сферы нет? У нас нет второй точки. Что, что это? У нас нет второй точки. Ну, хорошо. Давайте я объясню это так. Давайте посмотрим на наш конус. из точки, не посмотрим, а спроекцируем наш конус в направлении, которое лежит в плоскости P. То есть спроекцируем наш конус по некоторой прямой, которая лежит в плоскости P. Спроекцируем на некоторую плоскость. Посмотрим, что у нас есть. Некоторая плоскость, и вот мы проекцируем вот этой прямой. Вот какая у нас картинка получится? Как ее изобразить? То есть у нас конус во что спроекцируется? Он проекцируется в такую же картинку. В угол. Да, будет угол. Во что сфера у нас тоже спроекцируется в окружность, которая вписана в этот угол. А теперь такой важный вопрос. Глаз спроекцируется в плоскости P. Как будет выглядеть P, если спроекцируется в направлении, которое лежит в этой плоскости? А, например, вдоль плоскости? Да, я проекцирую вдоль, в направлении, которое лежит в плоскости. Ну да. Это всем понятно? У нас есть плоскость, и вот мы проекцируем направление, которое лежит в этой плоскости. Понятно, что плоскость в прямую спроекцируется. А что про эту прямую можно сказать, если направление, например, как это нарисовать? То есть... В параллельно прямую. В параллельно прямую касается... Ну да, окружности. Не, не с этой стороны. Не с этой стороны. Не с этой, честно не с этой. Да, именно так. Ну, теперь, по-моему, становится понятно, почему существует такая окружность. Которая касается нашей прямой, параллельной, и касается второй... То есть она должна касаться двух сторон угла и тот прямой, который параллельный. То есть... Вообще, на соображении такого быть не может, потому что... Она, в таком случае, должна быть списана в эту углу с одной стороны, а с другой стороны, она должна быть списана в эту углу. Вообще, на такого не может быть. Потому что они образованы в параллельном переносе. Вот. Такое вот замечание. Ну давайте теперь рассмотрим еще одну картинку. Когда... У меня еще такой вопрос. Куда спроекцируется вот на этой картинке эллипс? То есть у нас есть плоскость, которую пересекает конус по кривой. То есть она пересекает... Если плоскость пересекает ровно одну полость конуса... То куда спроекцируется этот? Он спроекцируется в отрезке, вершины которого лежат на сторонах угла. Это уже касается такой картинке. Вот. На самом деле существует еще одна такая особая ситуация. Когда у нас плоскость π пересекает сразу две полости конуса. Давайте ее изобразим. У нас есть две полости конуса. есть плоскость P которая пересекает сразу две полости конца тогда в этом случае сферы, которые вписаны в конус и касаются плоскости P они будут находиться по разной стороне вершины конуса но все-таки существуют две сферы для случаев, когда плоскость P параллельно образующая, тогда это равна одна но давайте опять разбирать случаи, когда у нас плоскость P пересекает одну полость конуса то есть самый простой случай, который мы изображаем давайте отметим точки касания натосверх и конус вот и рассмотрим еще раз напоминаю отношение F1 или F2 это точки касаемой сферы давайте теперь рассмотрим произвольную точку M на нашей линии линии пересечения плоскости P и кругового формуса давайте рассмотрим отрезки F1, N и F2, N давайте теперь рассмотрим образующую нашего кругового конуса который проходит через точку M и рассмотрим точки пересечения нашей образующей давайте обозначим R с индексом M обозначим точки пересечения нашей образующейся окружностями в которых лежат точки касания давайте обозначим плоскости через P1 и P2 плоскости в которых лежат точки касания и сверху конусами с точки пересечения обозначены через X или Y давайте заметим следующую вещь оказывается то, что F1, N оказывается то, что F1, N равняется N то, что F1, N непонятно почему это так просто потому, что это касательно к сфере нашей сфере F1 касательно к сфере F1 то, что F1 равны отрезке аналогично равны два других отрезка это у нас F2 F2, N равняется M, Y то есть можно тоже отменить знаковым цветом F3 равны то, что F1, N и F2, N равняется M, X, M, Y равняется просто для нее отрезки X, Y а теперь что мы заметим мы заметим то, что длина отрезка X, Y не зависит от точки R то есть длина равняется constant почему это так? в принципе это очевидно потому, что это отрезок прямой которая точке X, Y это точка пересечения прямой Rm с двумя проливыми плоскостями F1 и F2 плоскости F1 и F2 они проливы которые угол который образует прямая Rm с точкой сементрой он тоже фиксирован фиксирован на углах поэтому длина отрезка X, Y тоже не зависит от точки M то есть у нас фиксирован угол между прямой X, Y и двумя параллельными плоскостями поэтому длина отрезка свершенная с точкой пересечения фиксирована фиксирован из-за того, что даже можно провернуть картинку произвольно другая треть представителя почему как бы правило вот ну собственно это очень хорошо это очень хорошо потому, что это геометрическое определение реликса которое я уже тут описал собственно вот в данном случае когда плоскость P пересекает ровно одну полость конуса когда картинка устроена следующим образом мы доказали то, что линии пересечения плоскости P и конуса это реликс с фокусами в точках коса точках отметим то, что для случаев когда плоскость P пересекает сразу двинку в полости конусом ситуация почти аналогична когда плоскость P пересекает разные полости конусом когда ситуация ровно аналогична единственная разница в том, что нужно будет рассматривать не сумму абсолютное значение разницы вот ну единственное единственное плохое в случае возникает когда плоскость P параллельно одной из образующих о которых я отдельно говорил потому что в этом случае просто не существует второй сферы поэтому не существует в точке F2 и аналогичным образом доказать ничего не получается поэтому для этого случая когда плоскости параллельно образующие нужно доказывать по-другому ну, немного по-другому к сожалению здесь это сложно забрать попробую попробую нахожу извините значит у нас есть конус в точке у нас есть некоторая плоскость P которая параллельно образующая некоторую плоскость у нас есть одна сфера которая вписана в конус и касается плоскости P в точке F давайте обозначим плоскость в которой лежат точки касания сферы 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 и конуса через через P1 и P3 давайте рассмотрим линию пересечения плоскости P линию D пересечения плоскости P и плоскости P D равняется P пересеченной спешки вот давайте теперь рассмотрим произвольно точку M произвольную точку M на линии пересечения плоскости P и конуса и рассмотрим проекте точки M на прямую D так также рассмотрим отрезок F N F N F конуса который выходит через точку реала образующую конуса который выходит через точку реала образующая Rm Rm и плоскости Rm это будет точка касаем точка точка это будет точка касания прямой Rm и сферы s поскольку прямая Mx это касательная сфере и прямая Mf это касательная сфера поскольку точка F это точка касания мы имеем то, что у нас Fm равняется Nx значит их можно отметить равную атлантирую прям равняется Nx прямой наша с вами задача напомни то, что прямая R параллельна плоскости P рассмотрим отдельно значит наша с вами задача показать то, что прямая отрезок Fm равен расстоянию от точки M до прямой d то что это диняя перетечения будет по раппу давайте для этого рассмотрим проекцию точки m напрямую и штрик обозначим ее через m' m' проекция m m' Теперь смотрим на отрезок М, М-штрих. М, М-штрих. И также зеленым цветом нарисуем ось вращения конуса. Что нам дано? Ось вращения конуса перпендикулярна плоскости П-штрих, то ось вращения параллельна с прямой М, М-штрих. Потому что прямая М-штрих тоже перпендикулярна плоскости П-штрих. Отсюда следует то, что угол между госю вращения П-штрих и прямой О-М Он равен углу между прямой О-М и прямой М-штрих. Смотрим дальше. Давайте посмотрим на отношения П-штрих. Посмотрим на отношения П-штрих. У нас есть прямая точка Рем. У нас есть линия пересечения двух плоскостей П-штрих и П-штрих. На плоскости П-штрих у нас выбирается точка Рем и проецируется на линии пересечения Д. А точка Рем проецируется на плоскости П-штрих. В точку М-штрих. Тогда можно рассматривать вот такой же треугольник. М-штрих будет прямоугольный. Потому что прямая М-штрих будет безлюберна прямой плоскости П-штрих. Теперь смотрим. Мы хотим показать то, что у нас прямая... Потому что отрезь прям Аш равен М-ш. А что она имеет? Мы имеем то, что у нас М-ф равняется М-х. С другой стороны. Отношения... Давайте посмотрим на отношения М-ш. М-ш разделить на М-м-ф-трих. М-ш разделить на М-м-ф-трих. И это у нас что такое? Это у нас угол между прямой... Мы должны рассмотреть угол между прямой М-ш и плоскостью П-штрих. Обозначим его через Аль. И вот тогда чему равняется отношение М-ш разделить на М-м-штрих? Если это уголает. Не знаю? Ну только не совсем косинус. Потому что М-х у нас не совсем косинус. Да, и... То есть... М-х это у нас гипотенуза. М-м-м-ш-трих чему равен? А-а. В другую. Спасибо. Гипотенуза, но это непрограмма тоже. 1 делить на поле скуса. Ну это тоже неправильно. Если угол Альфа, это угол между М-х и М-штрих-х. Ну ладно. Смотрите, это у нас единица разделить на синус угла Альфа. А теперь давайте посмотрим на М-х. М-х разделить на М-м-штрих. К чему он будет равен угол? М-м-ш? К чему будет равен отношение? К чему будет равен угол? у нас тоже будет прямой угольник ну ладно, я пожалуй не буду вас мучить напишу то, что это равно по тому же самому извините на синус арк почему это так? давайте нарисуем отдельный треугольник x m' m x что мы рассматриваем отношение на синус альфа ну потому что нужно тут найти угол альфа где он будет x 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 Правильно? С лодку себе штрих Понятно? Нет? Это очевидно или нет? Вот из этой картинки Из этого слоя У нас есть образующая R У нас есть образующая RM Это образующая кругового конуса Это означает, что они с осью вращения образуют одинаковые углы То есть у нас вот этот угол правит вот этому углу Также нам известно то, что плоскость P параллельна прямой R Это означает то, что плоскость P образуется плоскостью P' Тот же угол, что и прямая R с плоскостью P' Какой угол образует плоскость P плоскостью P' и P' Вот из этой картинки Ну, может, сейчас не угла Ну, в общем, образует углы альферс Уже навесовало то есть Угол между плоскостьями P' это угол альферс Вот, то есть Понятно? Нет, нет, дальше я бессмысленно, потому что Есть вещи, которые либо человек увидел картинку, либо нет Я думаю, что все увидели Будем надеяться, что все понятно А R с P' Какой угол образует? Что еще раз? Прямая R с P' Прямая R с P' Да Ну, это тот же самый угол Ну как, вот у нас есть Нам известно то, что прямая R параллельна плоскостью P' Поэтому угол между прямой R и P' То же самое Ну, собственно, мы фактически отказали то, что вот в этих треугольниках угол одинаковые Поскольку у нас Вот этот угол, это угол между плоскостью P' А вот в этом треугольнике А этот угол Это угол между образующей и P' То есть не равным Вот Ну, понятная идея, да? То есть все образующие образуют одинаковые плоскости P' Поэтому можно смотреть и на образующую R, и на образующую R Вот Ну, значит, мы получаем то, что эти два отношения равны То, что mh разделить на m' Равняется mx разделить на m' Вот На что это следует? Это следует то, что mx равняется mh Вот Ну, это то, что мы хотели Равняется mf Потому что у нас следует то, что mx равняется mf То есть это равняется еще и mf Равняется mf Вот Ну, это, собственно, определение параболок трудового Расстояние mf равняется Расстоянию точки m до прямой d Где прямая d Где прямая d И пересечения Плоскости P и и штрих Вот, ну, собственно, этот случай мы разобрали В случае параболы Но отметим также то, что Если нам не дано то, что плоскость P Плоскость P Поролее напрямую R В принципе, та же самая конструкция проходит И для произвольной плоскости P То есть вот в этом случае Можно так же, не в смысле, посматривать линии пересечения Плоскости P и прямых P1 и P2 К сожалению, тут их сложно разобрать Потому что у меня не кажется проблемой Можно осматривать линии пересечения D1 и P2 Эти линии пересечения будут так же директрисами Ну, доказательства, в принципе, аналогично просто там не будет Будет еще один угол Бета введен Вот, но отношение, тем не менее mf разделена mh будет точно такое же отношение Вот, но тем самым мы разобрали Конструкцию Денделена для кругового конуса Отметим то, что для случая цилиндра Ситуация абсолютно аналогична Ничем не отличается Ну, давайте теперь я разберу Покажу, как надо разбирать Конструкцию очень похожую Конструкцию кругового конуса Но тем не менее Но тем не менее, почему-то она Известна намного меньше Ее так же придумал Денделен Все, он же Давайте разберем конструкцию Денделена С однополосным гиперболоком Сначала нужно определить, что такое однополосный Его определение очень похоже на определение Кукового конуса А именно нужно делать следующее Тут у нас есть прямая r И есть произвольная прямая r И есть произвольная прямая r То есть это у нас все пространство происходит Эти прямые скрещиваются Прямая r Прямая r То есть они лежат в разных плоскостях Сюда И делаем аналогичную вещь Мы начинаем вращать прямую r Относительно прямой r У нас получается электроповерхность Некоторая поверхность Которая как раз называется Однополосным гиперболозным вращением Здесь я дал не совсем стандартное определение Ну, давайте я скажу, что это стандартное определение Просто это определение нам будет более полезным Стандартное определение такое Мы должны взять гиперболу Взять ее ось симметрии L Которая не проходит через фокусы Второй ось симметрии И Начать вращать нашу гиперболу Относительно Относительно этой прямой r Получая снимка Поверхность вращения Поверхность вращения Эта поверхность тоже называется Однополосным гиперболозным Спецопределение их планет Почему называется однополосным тоже понятно Ну, одна полоса А гиперболозным Потому что происходит вращение гиперболозным Вот, значит, ключи как у нас появился Ну, оказывается, то что для однополосного гиперболозного вращения Так же существуют конструкцию денделина Все аналогично Я прошу прощения, тогда можно сказать, что такое двуполосный Ну, давайте, прошу Даже, может быть, нельзя нарисовать, а просто Хотя бы... Можем нарисовать Двуполосное гиперболозное вращение получается При вращении гипербола Относительно ее второй Главной оси симметрии Который проходит через фокусы Просто там две компоненты Да, там, получается, две компоненты, две полосы Ну, давайте попробуем Доказать конструкцию денделина В чем основная разница между однополосным и двухполосным? В том, что на однополосном гиперболозе есть прямые Есть такое семейство прямых Которых Получается одна из другой вращения Вокруг оси вращения Есть такое семейство вращений Это семейство прямых А на двуполосном гиперболозе По очередным соображениям Никаких прямых нет Однополосный гиперболоз Это уникальная поверхность Не совсем уникальная Особая поверхность, на которой есть семейство прямых В общем, господа школьники Любой из вас Если не пойдет в гуманитарный институт А математический какой-нибудь Ну, вообще технически в любой вуз Обязательно вот все это На первом курсе выучит Потому что невозможно Получить высшее образование Математическое, физическое Если не разобраться полностью Это такой абсолютно стандартный курс Который проходит Ну, естественно, что для студентов Обычно это делают Гораздо более скучно И так красиво Никто вам там рисовать не будет Но, тем не менее Тем не менее В любом институте техническом Обязательно это излагается Давайте теперь рисовать конструкцию Донделена для Того самого Однополосного гипербалов Это нарисовал сферу У нас один Который касается Вписано в наш Однополосный гипербалов Даже на мехмате Эту науку Обычно рассказывают На лекциях Удивительно скучно Вот И рассмотрим Вторую сферу С2 Которую также вписано Наш Однополосный гипербалов Нагамп И Которую 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 Давайте теперь Рассмотрим Абсолютно аналогичную Конструкцию То есть рассмотрим Плоскость П Которая 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 С1 И С2 Которая Отметим Точки Которая 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 Вот Но оказывается Ристоса абсолютно аналогичная То есть Верное то, что точки Ф1 и Ф2 Являются фокусами Коники Которая Линия причин Являясь Коники С фокусами Ф1 и Ф2 и директрисами D2 и D1, которые являются именем пересечения плоскости P1 и P2 то есть 1 на 2 фокуса, это 1 на 2 директрисы но опять же, я написал картинку, когда есть две сферы, по аналогии есть другая ситуация, когда есть ровно одна сфера может кто-нибудь сообразит, когда? когда есть ровно одна сфера, которая в письме одна полоса не приполовит и касается плоскости P вот по аналогии с тем, тут у нас прямая R была праллельной плоскости P а вот что здесь является аналогом прямой R? если внутри находится что еще раз? ну плоскости если внутри находится нет, ну что? плоскость не может уходиться плоскость бесконечная во все стороны ну просто аналогичность, тут у нас тоже прямая R тут возникает аналогичная ситуация, когда прямая R параллельна плоскости P ну тогда может быть особой ситуацией будет параллельна вот ну значит, почему здесь картинка, эта конструкция такая же, аналогичная ну точно так же, давайте просто быстрее пройдусь давайте рассмотрим точку Pgm произвольно опять же рассмотрим прямую R, Rm, в которой мы вращаем вот прямую Rm, которая проходит через точку Pm и отметим точки пересечения прямой Rm с плоскостями P1 и P2 точка X с точкой Rm давайте так же соединим точки F2 и F1 с точкой Rm давайте теперь отмечать равные отвески F1, M равняется Mx потому что это касательно и к атмосфере S1 ну еще раз, точка F1 является точкой касательной M F1 касательно и, с другой стороны, Mx лежит на нашем однополосном гиппоболонде а наша сфера, как я вписан в него, то есть точка X это тоже точка касательной значит, они равны но аналогично равны другие два отвеска M Y и M F2 ну и ситуация абсолютно аналогична тоже с суммой F1, M F2, M равняется длине отрезка XY которая не зависит от точки M потому что при движении точки N отрезка XY просто вращается вокруг оси вращения то есть тут абсолютно то же самое с суммой F1, M, F2, M постоянно поэтому это тоже будет коникой вот, ну тут опять же может быть немножечко разные картинки, да когда плоскость F1 наклонена под болью сильнее, то есть когда она вот так вот перетекает наш баловец тогда получается гипер тогда соответственно разность да, тогда соответственно нужно будет рассматривать разность просто разность на самом деле возникает от того, что точка N просто в зависимости от того, где находится точка N по отношению к отрезку XY то есть если точка N находится на 3 отрезка XY то нужно брать сумму если точка N находится вне отрезка XY где-нибудь здесь для случая гиперолога как раз так и получится то нужно будет рассматривать абсолютное значение разницы модуль разницы ну и прямые T1, D2 в принципе тут аналогично аналогично повторяются рассуждения но отметим то, что ключевой идеей конструкции Данделена является то, что на конусе и на полосном этаполозе есть прямые то есть мы можем через призвольную точку N наше кривое пересечение провести прямую, которая целиком лежит на нашей поверхности но это очень особых поверхностей таких, которых на сей мало например, двухполосый гиперболоид, который я здесь рисовал он таким свойствами не обладает на нем нет ни одной прямой и соответственно точно такое же рассуждение здесь не проходит но оказывается, что тем не менее конструкция Данделена все равно имеет место для двухполосного да, для двухполосного а вообще для почти всех поверхностей всех поверхностей вращения второго порядка за исключением сплющенного глипсорда вращения здесь мы вращали гиперболу относительно ее оси симметрии давайте теперь здесь нарисуем параболу и тоже превращаем ее относительно ее оси симметрии получается такой параболоид он называется параболоидом вращения вот давайте теперь рассмотрим надеюсь, что картинку для однополосного не прибылось запомнили это очень красивая картинка тоже можете посмотреть ее трехмерную графику в интернете очень красивая иллюстрация давайте теперь рассмотрим эликс и рассмотрим его его главную то есть симметрия и мы тоже рассмотрим получается превращение этого эликса относительно это оси симметрии и получается вращение у эликса есть и оси симметрия также можно эликс превращается вокруг малого оси симметрия и будет получаться такой сплющенный элипсоид кажется земля имеет как раз можно приблизительно иметь форму сплющенного элипсоида вот ну значит скажу так конструкция дендельена имеет место для всех вращения второго порядка за исключением вот этого сключенного элипсоида то есть здесь все хорошо здесь все хорошо здесь здесь так же как мы уже замечали раньше все хорошо для конуса для цилиндра а вот для случая нашего сплющенного элипсоида такая картинка не получается ну давайте я скажу доказательством конструкции дендельена для случая элипсоида вращения полученного вращения вокруг его главной оси и скажу так что для остальных вот для каких-то каких-то мы еще не доказали мы еще не доказали пока вот для трех поверхностей правильно для элипсоида вращения для проболоида и для для однополоса мы можем доказать а для этого нет вот значит мы докажем для элипсоида вращения мы заметим что ни на одной из этих поверхностей которые мы нарисовали за исключением однополосного гиперболоида прямых нет то есть на однополосном гиперболоида можно их очень много нарисовать кстати такой интересный факт то что все эти прямые они будут будут касаться проекции однополосного гиперболоида то есть они будут касательными гиперболида в проекции можно таким образом рисовать вот здесь очень много прямых здесь хорошо значит здесь такого нет да значит для этого мы сделаем следующее хотелось бы доказать обобщенный как скандаленом мы делаем следующее мы ведем новое определение обобщенное определение комик обобщенное фокальное и территориальное и территориальное определение обобщенное и территориальное определение комик оказывается то что в определении коник можно заменить грубо говоря можно заменить фокус на окружности а расстояние от точки до фокуса на длину касательной от этой точки до фокальной окружности что я имею ввиду значит пусть у нас есть наш элипс у него есть два фокуса f1 f2 мы взяли точку r и рассмотрели отрезки f1 n и f2 r давайте сделаем следующее возьмем элипс рассмотрим две окружности омега-1 и омега-2 которые дважды касаются нашего элипса с центрами в фокусах или нет? нет единственное условие эти окружности дважды касаются наши элипсы то есть вот здесь две точки касания и радиусы необязательно одинаковые радиусы не обязательно одинаковые совершенно произвольные две такие окружности более того точки касания могут быть комплексными они могут быть мимыми но это так для тех кто понимает да они могут быть мнимыми так значит тогда можно сделать то же самое то есть можно взять точку m рассмотреть длины касательно из точки m в фокусах омега-1 омега-2 скажем t1 обозначены через t1 t2 с вот тут у нас было что тут у нас было f1 m плюс f2 m равняется констанция вот здесь есть какое-то предположение что здесь будет выполнено на этой картинке здесь сумма расстояния равняется констанцией то что здесь будет если я сказал что нужно расстояние то мне надо это не касается то же самое ну да то же самое ну почти правильно то есть хочется написать что t1 t2 равняется констанцией но на самом деле это не так правильно записать так t1 плюс-минус t2 равняется констанцией поставить абсолютное значение t1 плюс-минус t2 равняется констанцией как себе это надо понимать что значит плюс-минус плюс-минус надо понимать так нужно рассматривать точки касания окружности омега-1 и омега-2 и посмотреть на какие дуги делится эллипс этими точками касания ну давайте отметим точки касания м через тут будет p1 q1 тут будет p2 q2 если точка m принадлежит дуге дуге p1 p2 p1 p2 p1 или q1 q2 q1 q2 то нужно брать знак плюс в этом выражении нужно брать знак плюс минус вот такое интересное обобщенное определение это значит у нас было обобщенное фокальное определение оно такое определить довольно сложное нужно посмотреть где находится точка m насколько вы помните фокальное определение японии было тоже совсем простой потому что в разных случаях для элипса гипербола или для параболы приходилось определять по-разному то есть в одном случае нужно было брать сумму во втором модуль разности в третьем нужно было вообще брать прямую д директрису вот здесь похожая ситуация тоже сложная ситуация возникать с фокальным определением на самом деле директориальное определение обобщенное директориальное определение оно проще то есть как в случае обычное определение оно было проще так и здесь оно проще что нужно сделать там давайте с этого значит нужно взять элис ну и взять окружность которую два же касается значит рассмотреть рассмотреть по точке касания рассмотреть прямую D которая соединяет эти точки касания прямая D рассмотреть произвольную точку M рассмотреть длину касательную из точки M рассмотреть наше окружность T и рассмотреть давайте обозначим не через T а тоже касание обозначим через T в проекте точке M напрямую D обозначим через P это проект в проекте здесь определение общинопределение будет звучать так значит для всех точек элипса отношение M T разделить на M равняется некоторой фиксированной величине ε вот если вы помните для случая директори обычного директориального определения я там тоже писал букву я писал называется эксцентринситет то есть это на самом деле это одно и то же то есть и в общинном определении и в классическом определении число одно и то же да, число одно и то же такое интересное свойство ну нужно делать некоторую оговорку я рассматриваю окружность дважды касающуюся окружности центр которой лежит на главной оси которая вписана в элипс потому что есть такая интересная интересное второе семейство то есть может быть картинка может быть так может быть окружность и вот так вот и если вне быть элипс центр этой окружности будет лежать на малой оси то есть семейство и тут вот другая ситуация вот а что значит другая ситуация тут другая ситуация потому что тут нужно смотреть на обычный эксцентриенцистет а здесь возникает сопряженный эксцентриенцистет то есть аналогичный факт верен но там будет другое число то есть из два семейства даже касающихся окружности мы рассматриваем окружность которые в центре которых лежат на главной оси которая вписана появилась где будут эти несчастные окружности для не знаю там про баллы в России просто одна картинка и на этом закончим ну да понятно без доказательств просто откуда они берут все эти окружности и пусть иначе зря мучились что как устроена ситуация для эпсоидов вращения как эта картинка получается давайте рассмотрим эпсоидов вращения да рассмотрим плоскость пи которая касается пускер и пересекает эпсоид по некоторой кривой пи ну да действительно это будет элипс это не доказали но действительно это так да это не доказали но это будет так для случая элипсоидов вращения все его сечения будут элипсными а значит и точка касания f1 f2 будет фокусами точка касания f1 f2 будет фокусами и где же те самые окружности а директрисы директрисы f1 d1 d2 теперь где находятся эти самые окружности тут картинка усложняется давайте рассмотрим точку m и рассмотрим главное сечение элипсоида который проходит через точку m то есть это сечение которое проходит через точку m и ось симметрии это такое главное сечение точку m и это сечение будет высекать на наших двух сферах две окружности Омега-1 и Омега-2. Действительно, две окружности есть. Оказывается, что эти окружности Омега-1 и Омега-2 нужно будет также рассматривать длины касательных, в общем, слушайте, на самом деле вы не вложились не на 5 минут, а на целую лекцию.